Лицо райцентра – главная площадь. Ее понемногу приводят в порядок, как и саму Слободу Белую. Здесь немало общественных пространств, где приятно отдохнуть, отмечают местные жители. У нас преобразился районный парк, где можно посидеть, отдохнуть бабушкам, дедушкам, родителям со своими детьми и внуками. Сегодня у нас красиво открыт фонтан на площади Беловского района. Гордимся мы тем, что у нас люди, большие труженики своими людьми. И спасибо, что наш район преобразовался в лучшую сторону. Подрастающее поколение без внимания тоже не осталось. В школы района закупают лабораторное оборудование и робототехнику. Дети уже спрашивают, Вячеслав Дмитриевич, что у нас происходит, завозится оборудование. Естественно, они уже очень интересуются этим вопросом. И с 1 сентября мы приступим к занятиям уже в новом качестве. То есть будем развиваться дальше. У нас создаются будут точки роста, по сути дела, во многих школах до 2024 года, включительно в рамках реализации регионального проекта «Современная школа». Кроме того, бюджет района также вносит свою лепту. И мы приобретаем и за местные деньги, в том числе и оборудование по робототехнике. Наши детишки с огромным удовольствием занимаются на этом оборудовании. Скоро свои двери откроет и межмуниципальная детская библиотека. Маленьких почемучек ждут новые яркие книжки и уютные читальные зоны. «Выпускница школы попросила, чтобы для будущих деток, чтобы им было более интересно построить модельную библиотеку и обновить фонд. Ждали, очень ждали. Каждый раз приходили, каждый раз приходят, когда новые книжечки». По пути следования в Белую, поселка Коммунар, гостей и жителей встречает монументальный памятник советским летчикам. Гордость и визитная карточка района. Он пока только ждет своего обновления. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, труженики тыла обратились с просьбой о том, чтобы благоустроить одно из памятных мест для жителей Беловского района. Одним из таковых является памятник летчику Александру Горовцу. Уже в 2021 году мы сделали проектно-сметную документацию. На сегодняшний день пройдена государственная экспертиза. Сейчас для проведения ремонтных работ подыскивает подрядчика. Ждут обновления и дороги. Проблема характерная для многих районов, но и ее постепенно решают. «Сегодня это проблема и района, и других регионов. Но мы на месте не стоим. Мы тесно работаем с администрацией области, с комитетом автомобильных дорог и транспорта. В этом году нам удастся привлечь инвестиции на дорожную деятельность, на строительство, на ремонт около 50 миллионов рублей». Часть дорог планируют обновить в этом году. Ремонта ждет немало объектов на общую сумму около 100 миллионов рублей. В этом вопросе район рассчитывает на помощь области. Мария Колосова, Алексей Еременко. События дня.